I have ways of blowing things up. У меня для вас хорошая и плохая новость, раз уж мы начинаем серию на такой ноте. Плохая новость в том, что я эту серию начинаю уже второй раз, и в прошлый раз, к сожалению, из-за того, что игра вылетела, она мне сломала записи, мы потеряли примерно 30 минут геймплея, поэтому сейчас некоторое время я буду ходить, и я буду знать, что я делаю, но я вам буду рассказывать, как это происходило в прошлый раз и как это происходит сейчас, и как только мы дойдем до того момента, где я уже не буду знать, что я делаю, я тоже вам об этом расскажу. Собственно, это хорошая новость, что мы уже знаем, что делать, хоть немножечко, хоть более-менее, и вы не услышите тех моих адских воплей. Наверное, и к лучшему, что те полчаса записи потерялись, потому что тут есть одна очень глупая, тупая головоломка, на которую я потратил, наверное, больше времени, чем следовало. Собственно, я вам сейчас все и покажу. Ну, значит, мы сейчас с вами валим вон туда. Там наверху стоят два плакальщика, это, собственно, они и базарят, тут нет никакого темного духа или что-нибудь такое. Значит, вот тут вот у нас есть... Где вы? Тут у нас есть два парня. Блин, а в прошлый раз они как-то ко мне то ли по одному подошли, то ли что-то такое, но не в этом дело. Нам сейчас нужно... Вот сюда, к лифту. Вот сюда, к лифту. И тут... Нет, стоп. Это можно... Тут пули... А, мне пули нужны были, да? Я, в общем, немножечко запутался. Здесь вот это все нужно взять. Ага, ловушечку нам подбирать не надо. В общем-то, дело в чем. Нам вот тут наверху на... У нас будет темная и светлая вселенная, грубо говоря. Хорошо, что я делаю сейвы в начале и в конце каждой серии, вручную. За счет того, вот мы поднялись на второй этаж, и теперь переходим и получаем амулет, который в застрявшем лифте в темной вселенной. Теперь переходим обратно в светлую вселенную. Ну, в смысле, в темную, в светлую. Вот это у нас темная. Вот это светлая. Заново вызываем лифт. И он к нам приезжает, и все хорошо. Теперь, насчет ключа или чего-то. Я не помню, что здесь есть. Давайте я перейду еще раз. Посмотрю. Потому что я не хочу вот этих двоих ребят мочить. В прошлый раз они как-то по одному ко мне подошли. Я их задушил. И все вроде у нас было хорошо с ними. Сейчас, если мне кажется, я их начну душить по одному, то... А, нет, мне сюда таки нужно. Да, да. Я вам сейчас расскажу, почему. Потому что здесь, собственно, находится та самая дурная загадка, которая так отвратительно меня бесила в прошлый раз. Ладно, F5. Осторожно, не бросай. Ставь аккуратно. Это серебро. Оно не сломается. Я не о том беспокоюсь. Ты... Эй, кто? Да ну шо, что-то так топот. Ну нажимаю. Душить души. Как меняет? Вот. Блин, я стал бомбить еще даже не дойдя толком. Осторожно, не бросай. Ставь аккуратно. Я его убил? Ногой? Серьезно? До свидания. Вот таким вот способом я от них драпал в прошлые разы. Чтобы не убивать. Надо было, наверное, дать ему туда залезть и все дела. Ну то есть, ладно, такое дело. Все, ребят. Я их не убил. Они живы, все нормально, успокойтесь. Теперь вот этот чертов вентиль. В эту чертову фигню здесь разбито пошире, поэтому можно пролезть. Оказаться вот здесь. Залезь, пожалуйста. Спасибо. Перемещаемся. Все, с этими ребятами разобрались. Теперь. Вот этот вот вентиль. Нам нужно тащаться. Минутку. Надо как-то наверх его закинуть, я помню. О, отлично. Вот, теперь он у нас здесь. Теперь мы можем сюда проплыть. И где он у нас там был? Вот здесь вот его поставить. Я почему-то был уверен, что он должен ставиться в другом времени, но он ставится здесь. Сейчас вода спустится. Да, спускайся уже. Вместе с водой сейчас спустятся вот эти ящики, и на них спустится вот эта вот руна. Вот эта вот отвратительная руна. Потому что дело в том, если бы мы воду не спустили, ящики бы плавали под водой, и наш Корва настолько беспомощный чувак, что не может просто из воды протянуть руку и взять эту руну. Нет, он так не умеет, поэтому... Хорошо, амулет руну мы забрали. Здесь больше, в принципе, делать нечего. Тут бы мы иначе не прошли. Поэтому мы сейчас идем сюда. И выходим отсюда. И все. С этими двумя ребятами мы разобрались. Они нам, в принципе, больше нафиг не сдались. Вот пистолет, патроны. А это кошелечек? Кошелечек я заберу, кстати. Э, перестань. Я на ту кнопку нажал. Хорошо. Они тут метали отвертки, вилки. В общем, от скуки. Я вот этих ребят стараюсь не убивать, потому что... Ну, они вроде как просто... Стража здешняя. И ничего такого не сделали, ничего такого не заслужили. Не знаю, я не вижу просто... Стаканчики. Я не вижу просто повода их мочить. Поэтому все. Теперь у нас есть, ну, грубо говоря, подвал. С подвалом мы разобрались. Есть первый этаж, есть второй этаж. На первом этаже у нас люди. На втором этаже у нас тоже... Блин, не поверите, но тоже люди. Давайте, мы их сейчас тоже побыстренько всех поубираем. Я уже просто более-менее примерно знаю, что куда. Теперь, теперь, теперь. Там у нас есть, если вы помните, в прошлой серии мы наткнулись на сейф. Что это было? Черт. Блин, это было тупо сейчас. Мне придется опять его вызывать. Нельзя было перемещаться, находясь в лифте. Это была моя ошибка. Угу. А зачем я здесь кнопку нажимаю? Если кнопку надо нажимать здесь... Туплю, туплю. Ничего не поделаешь. Деть сюда. Вот эта штука с двумя реальностями очень сильно путает. Что за шум? Шум. Потому что это, не это. Давайте пяточку. Какой-то звук. Я тут проверю. В лифте. А тут, когда ты выходишь, сразу оказываешься возле... Гнезд. И там плакальщики. Где-то. Так, это я... Кстати, да. Мои атаки восполняют мне жизни, что неплохо. Это какой-то мне амулет давал, вроде как, да? Так что... Все нормально. А, вот, кстати, карта. Суперски. Карту я в прошлый раз не заметил. И вот эту записку я тоже в прошлый раз не заметил. Круто, спасибо. Милостивый государь. Так, господин Арамису Стилтону. Мы чрезвычайно рады вашим планам расширения здания. Мы готовы немедленно предоставить вам наши проекты функционального и привлекательного рабочего пространства. Удобно ли вам будет взглянуть на наши чертежи в ближайшие недели? Мы целиком и полностью в вашем распоряжении готовы приступить к работе сразу после получения вашего распоряжения. С уважением. Киркенгард и Муранолло. Муранолло. Архитекторы строительной компании Муранолло. Вот этого я не видел в прошлый раз. Вот это интересно. Так. Что мне нужно? Тут вроде как... Да, тут где-то второй плапальщик. Плапальщик есть. Там еще гнездо, если что. Я это сейчас все позачищаю сразу, чтобы оно мне не мешало ходить, потому что... Вот это отвратительно, что, например, блок и душение на одну кнопку. Действие и открывание компаса на одну кнопку. Да, да, да. Ну и все. Не знаю, их тут было два штуки, этих плапальщиков. Я не вижу смысла... Так, как-то с ним высадка заводится. Просто забираем все, что нам здесь по нападает. Хорошо. Вот это вот дверь. Это то, куда нам нужно. Вот она, это основная дверь. Также, если я не ошибаюсь, вот здесь... Похоже, есть какая-то ключевая точка. Мне нужен код кабинету Стилтона. Да. 06. Код находится в кармане у Стилтона. Короче, мы это подслушали с вами, если вы помните, в прошлой серии. Там внизу разговаривали, говорят, что он постоянно в саду и держит код при себе. Код 06. Если, опять же, это правильно. Ну, мы в прошлый раз так с вами сейф открыли, это не была проблемой. Но, с одной стороны, можно было бы подобрать, а с другой стороны, тут творится еще много... О, усыпляющие дротики. Неплохо. Тут творится еще много чего интересного. Во-первых, нам с вами нужно бы заглянуть вот в эту вот комнатку. Сейчас, посмотрите, что здесь. Это, во-первых, я заберу все. Хилочки я... Вот, вы видите, с учетом того, что жизнь у меня восстанавливается, хилочки я не употребляю. Заблокированная дверь, она не заперта именно, а что заблокирована. Так, давайте сохранимся. И знаете, что мы сделаем? Давайте на всякий случай вот так. Я буду... С учетом того, что игра у нас брыкается, я буду нарезать видео вот такими кусочками, так что не обижайтесь, если вдруг что. Давайте попробуем их передушить. В прошлый раз мне пришлось вот этих двух рабочих убить, но вот я сейчас вдруг осознал, а что если я не буду их убивать? Ну, то есть, все же логично вроде как, да? Я могу задушить этого чувака и исчезнуть. Уже, беги пока не поздно! Терпеть не могу таких, как ты! Таких, как я, что? Так. Они опять здесь? Нет, вот они бегают. Я не хочу их убивать. Я хочу постараться сделать по-человечески, тихонечко, но, блин, вот эта фишка с блоком меня иногда реально бесит. Чуть-чуть ты недостаточно... Ты не уйдешь! Да-да-да. Ты где? Ага, ты вот где. Можно даже, если тебя заметили, просто быстро смываться в другую реальность и все нормально. Это не проблема. Главное успеть удушить хотя бы одного. Вот так у нас все трое спят, и у них все хорошо. Тут у нас, кроме денежки, стишки, которые мы с вами уже видели, мы читали, но вы можете почитать их еще раз. Я не буду особо зацикливаться на тех местах, которые мы уже видели, которые уже исследовали. Так, это я заберу. Спасибо. Это не прочитано было. Значит, вот у нас комнатка, в которой можно было... О, вот оно. Домашние прислуги. Эти рабочие придут вечером, чтобы починить окно. Другого времени у них нету, а они еще и ругаются от того, что у них куча работы, и только сегодня нашли время. Я говорю, это для господина Рамиса Стилтона, а они мне... Так хоть для герцога, или сегодня, или через пару месяцев. Впустите их, или с окном будет как... Впустите их, или с окном будет, как я уже сказал, твой Джейми. Окошко разбито у них здесь. И приходили стекольщики, вот эти вот, которых мы, собственно, сейчас удушили, и все нормально. Тут... Вон, кстати, видите фигурку? Оно даже через... Так, пять. Где это рядом? А, да, это в этой комнате. Вот это, кстати, я не замечал. У нас... Комната заблокирована. А как туда попасть? Там три вояки. Ну, как бы, самое логичное было бы... Здесь находится старая душа. Я помню. Да, хорош, я... А если мы здесь посмотрим скважину? Комната заблокирована. Она заперта или заблокирована? Вот что мне интересно. Хорошо. Учтем, что здесь... Ну, допустим, это комната со стекольщиками. И там... Туда можно проникнуть. Но дверь туда... А-а-а! Здравствуйте. Вот этого вот я раньше и не видел. Ха-ха-ха! Хорошо, вот этого не было, ребят. Вот этого я в прошлый раз не делал. Так что... Вот это что-то новое, вот это что-то интересное. Я сюда не проникал. Я подумал, что она именно заблокирована, а не заперта, и что я не смогу сюда пока что попасть. И я потом про эту комнату забыл. И так здесь и не оказался. А это интересно. Хорошо. А, вот, собственно, и задвижечка. Да-да-да-да-да-да. Все, там ключ не помог бы. Тут именно задвижка. Тут я сейчас ничего не вижу. Естественно, это нужно через ту реальность смотреть. Вот их тут трое. Давайте их в пяточку. Ты что в сундуке? Странные шмотки и всякие побрякушки. Я б взглянул, какие тут сребрографии делают. Ну, я их буду вот так вот тушить, я не хочу их убивать. Так, вот они двое. Посмотрим, что сейчас будет. Он такой, типа, что? Что происходит? Что происходит? Проклятие на мою голову! Нет! Минуточку. Ты что, своего друга убил только что? Развернись. Ты что, совсем олень, что ли? Ты убил своего друга? Я сейчас проверю. Ну-ка. Труп! Ты, блин, зараза, убил своего друга! Ну, тогда на тебе. Слушай, извини, так не получится. Другие так не делали. Кстати, вот, это же моторная лодка. Очень, кстати, похожа на ту, которая нас возит. Я не могу, свет не могу убрать отсюда. Ладно, тут где-то руна. Да, вот она. Есть. Хе-хе-хе. Восьмой месяц гнезд. Рамис видел, как я плачу. Он молодец, что обратил на это внимание, но я был слишком расстроен, чтобы говорить о своих проблемах и удалился в маленькую студию, которую он мне любезно предоставил. Еще одна галерея отказалась от моих сребрографических картин. Даже после того, как я рассказал, какого мастера требует расстановка манекеновое обращение со сребрографическим аппаратом. Они сказали, что это скучно. Скучно! Это все из-за моего скромного происхождения. Искусством завладели снобы. Портрет маркизы X или графа Y. Это они купили бы. А натюрморты из обычных предметов, честно запечатленные чудом техники, от этого они воротят носы. Когда успокоюсь, поговорю с Арамисом. Он хотя бы старается понять мое искусство. Дневник художника-сребрографа. Угу. Это интересно. Стилтон поддерживал сребрографию. Ну, или это художник-среброграф была женщина. Или уж не знаю, че. Блин, подлый стражник. Хорошо. Кстати, раз уж на то пошло, здесь больше нету ни амулетов, ни рун. Если мы перевернем и посмотрим. Здесь у нас остался один амулет, на который, в принципе, мы, наверное, могли бы подзабить. Мне кажется. Хорошо. Я доволен, что мы сейчас сюда попали. Очень круто вышло. Наверное. А, из-за того, что они не доделали, оно все обвалилось, и поэтому я смог туда пройти. Вот это неплохо. Вот это неплохо. Так. Ныряем в сумрак. И начинаем смотреть. У нас тут ходят охранники. Их довольно много. Но, по-моему, у кого-то из них есть универсальный ключ. Если я не ошибаюсь. То есть, видите, дверь... А, дверь заблокирована. Не заперта, а заблокирована, опять же таки. Вот у нас тут вот этот упырь ходит. И вот этот упырь ходит. Тут у нас должен ходить... Да, еще один красный. Ммм, стоп. В прошлый раз все это выглядело немножечко по-другому. Они ходили чуток по-другому. А, ну, не знаю. Вот тут красный, да, он сюда так и доходил. Мы его выманивали. А этот сейчас сядет на стульчик. Если ничего не изменится. Ты свалить не хочешь? Хочешь. Спасибо. Спасибо. Вовремя. Он меня начал замечать. Не надо, чтобы он меня замечал. Вот код, который нам нужно набрать. И он у нас здесь. Вот это вот 06 что-то. Ну, я надеюсь, что это он. Так, хорошо. А, вот у нас вот этот парниша ходит. Нам нужно его давануть аккуратненько. Сейчас давайте в пяточку. И вот тот, чувачок. Если я правильно помню, если вот этого душить, то вот эти вот двое ничего... Ну, тут вот один, и вот там вон второй есть. То они вроде как ничего не заметят. Сейчас только надо, чтобы синий развернулся. Блин, а получается, что красный разворачивается раньше. И там. Ну, там, чуваки, вроде как, не привязаны. Вот этот вот красный, он раньше вот здесь стоял. И в этом была проблема. Сейчас вроде как в этом проблемы нету. Ну, давайте посмотрим, как это все получится. Ну, теперь их там трое тусит. А, да, вот теперь. Теперь, да, синий приходит сюда раньше. И он уйдет раньше. И красный свалит раньше. И все должно, по идее, сложиться. Тут, блин, как шахматная партия какая-то, серьезная. Давай, вали отсюда. Молодец. Он сюда подойдет или нет? Вот что мне интересно. Он же должен его будет увидеть и подойти. Я мог бы его и здесь, конечно, душануть. Я не знаю, вон тот вон увидит или нет. Давайте сохранимся опять-таки. О, хорошо, он его нашел. Вообще-то, да, получается суперски. Да ну! Супер. Просто великолепнейший пока что выходит. Давайте F5. У нас есть вот этот перец. Вон тот перец. Давайте я к ним подойду в этом режиме. Нам нужно вот в эту дверь, если что, напоминаю. Но пока что мы туда не идем, потому что тут есть еще интересные вещи, которые можно посмотреть. Вот этих вот двое придурков. Мне это не нравится. Этот раньше сидел на стульчике, сейчас он нифига не сидит. Он тут тусит, непонятно чем занимается. Так, хорошо. Как мы все это можем аккуратно сделать? Давайте подумаем. О! Я заберу. Спасибо. У меня есть высыпляющие ядротики. Наверное, как раз для них сейчас и время. Почему бы и нет. Давайте F5. Блин, 5 штук. Очень мало, жалко. F5. Они сейчас подойдут смотреть. И одного надо будет попробовать удушить, пока они будут отходить. Они же будут отходить. Так, а ты куда пойдешь, дорогуша? Нормально. Я думал, что он не заметит. Ну, ладно. Пусти его! Он не убежит! Он не убежит! Там дофига! Блин, офигеть! Понабежали здесь. Но они на крик понабежали. Хорошо, это была моя... Это была моя ошибка, согласен. Не пусти его. Что это было? Блин, зачем я банку-то выпил? Ну? Ты пойдешь проверять? О, идут, идут, идут. Я зачем-то банку выжрал. Так, а третий? Третий идет, но медленно. Это вот эти вот ребята подходят, им все нормально. А, и вот вы сейчас будете обыскивать все это долго, да? Ого! Ого, сколько у вас тут! А что четверо? А что так много? Ой, блин, понабежали. Эм... КФ5? Ты где-то здесь. От меня не спрячешься. Не может быть. А? Эй, кто? Что? Ты! Ха-ха! Такой в полете! У-у-у-у-оп! Хе-хе! И-и все. А кто меня заметил-то? Где он? Тут где-то? Вроде нет. Так, этот здесь, этот здесь, F5. Но он сейчас сюда поворачивается, да, в этом проблема. Так. Включи визор. Этот уходит. А, вот, отлично. А-а-а! Вот еще один. А, и сколько у вас здесь оленей-то? Ключ! Вот. Вот этот парень, который нам нужен. Ну же! Выходи на честный бой! На честный? А сколько вас? И на честный выйду, а сколько вас? F5? Ха-ха-ха! Ну, то есть... Такой хороший способ... Ой, блин, точно, тут же завалено. Хороший способ их всех передушить. F5, ха-ха-ха! Отлично! В этот раз мы прям реально хорошо, быстрее гораздо справляемся. Так, минуточку, ребятки. Продолжаем. Так, пошумели. Они сейчас пойдут проверять. Посмотрим, сколько их придет. Это офицер. А кто еще пойдет? Или пойдет только офицер? Нормально. Давайте дальше. Нет, стоп, нам не в эту реальность надо. Нам в эту. Нам надо еще потоптать. Упс! Этот чувак был уже там. Еще один сейчас придет снизу, потому что я потоптал, вызвал еще одного лишнего. Я практически уверен, что он придет. Да, вон, видите, идет. Рахита кусок. А вот и офицер. Так, получается, офицер и... Хорошо, что они будить не могут своих. Это прям вот приятная новость. Было бы неприятно, если бы они такие подходят и такие... Э-э-э, чувак, проснись. Надо выцепить одного и простенько задушить его нафиг. Какой-то звук. Нафига ты своего офицера-то убиваешь? Все? Блин, вот те, которые нападают на своих, вот эти ребята неприятные. Эй, и куда это ты соберу? И куда это ты соберу? Такой растерянный. А-а-а, спасите. Все, королевский душитель в теме. Не королевский убийца, а королевский душитель. Окей. У нас есть уни... Универсальный ключ, который мы стырили у одного из охранников. Теперь, что нам нужно? Я тогда, ребят, высовывал, вроде как... Ну, высовывал, вытаскивал. Вроде как по одному. Но на самом деле... Блин, а здесь... А, да, стоп, с нас... Фа-а-а, что я туплю-то? Это ж мы... Это то место, откуда мы начали. Все, отлично. Это та комнатка. Хорошо, теперь. У нас есть... Сейчас я вам покажу кое-что. Тут мы вроде со всеми договорились. Вот сюда нам нужно попасть. А, вон в ту комнату я так и не попал. В прошлый раз. Давайте заглянем. В эту комнату я заглядывал. Вон туда вот нам нужно. Вот сюда. Так, это я заберу. В пяточку. Там у нас прислуга. Поймите меня правильно. Если вы не уйдете, я позову на помощь. Если вы не уйдете, я позову на помощь. Блин, тут я не пройду точно. Забыл. Ф5. Тут у нас офицерша, которая бегает. Где ты? А, вот она. Нам ее нужно душануть. Слуги. Насчет слуг я не знаю. Блин, успел таки ударить. Вот же ж олень. Что? Ты что, реально десантировался? Ай, ладно. Тут у нас местечко сейчас мы сюда пройдем, посмотрим. Черт. Я так не собирался. Я тут случайно провалился на первый этаж. А сюда можно, кстати, попасть вот таким вот образом. А, ну так мы сюда и попали, да. Все нормально. Ну, а теперь мы можем вернуться. Так. На самом деле, знаете, что-то мне кажется, перебей я их всех было бы гораздо быстрее и не так морочнее. Ну, блин, ладно. Ну, блин, ладно. Мы уж пошли по пути пацифиста. Так, пойдемте. Эту дверь мы отперли. Вон там паренечек есть у нас один. Тут заперто? А, нет. Тут открыто. Нормально. Сейчас мы его душанем тоже. Уж слишком он душный. Задницу порезал. Откуда ты прибежал? Кто ты вообще такой? Блин, вот это вот наблюдение через щелочку. Он такое моторошное. Не знаю, бесит. Ты не сможешь прятаться вечное. Выходи на честный бой. Парни, пусть и начеку, ясно? Даже слушать их противно. Недаром вызвать низшим сословием. Низшим. Ты где? Ага, офицер. Сюда же ко мне кто-то бежал, нет? Или мне показалось? Ну, вон, да, их тут три или четыре человека. Что-то такое, блин, куда он делся? Ну, что, обратно пошел? Так. А, вот он, блин, вот он. Он дверь сейчас закроет. Хорошо. В принципе, меня все устраивает. Давайте ускоримся. Где был этот парень, который здесь? Не ты. Тут у нас кто-то есть? Вроде как нету. Окей. Давайте заглянем. Тут денежка у нас лежит. Всякая мелочевочка. К сейфу. К сейфу можно пройти только через тот кабинет. В общем, огромный сейф открытый, который мы видели. К нему можно пройти исключительно через тот кабинет, где у нас трое вот этих вот ребят. Стилтон не был аристократом. Он начинал за бойщиком в шахте. Ничем не могу тебе помочь. Лучше беги отсюда. Правильно. Не знаю, чего тебе надо, но помочь мне... Как мои действия тем вечером изменят мое время? Изменят чем-то, наверное. Так, ребятушки, мы с вами приближаемся к тому... Кто открыл дверь? Мы с вами потихонечку приближаемся к тому моменту, где... Мы... Где моя запись в прошлый раз и оборвалась? Ралли Стилтон действительно играет на арфе и на пианино? Впервые слышу. Смотрите, тут у нас настройщик арфы, и здесь у нас военный. Военного мы сейчас душанем. Потихонечку. Поймите меня правильно, если... На помощь! На помощь! Давай-давай, зови! Вот этих ребят я душить не буду, естественно. Ни горничных, ничего такого. Вот, потому что они мне нафиг не сдались. А на арфе я сыграю. Ну, в смысле, душить-то я, конечно, их буду, убивать не буду. Вот это к чему. Вообще, я стараюсь максимально пройти этот особняк без убийств. Хотя, вон, парочку людей пришлось зарезать. Нервы не выдержали. Так, ладно. Теперь у нас тут открывается доступ... А, и вот там вот, наверху, тут потолок проломленный. В параллельной реальности у нас там есть амулет. Эй, интересно, кто это был? Не заставляй меня за тобой носиться. Сейчас они сюда придут на звук. Я их здесь аккуратненько передушу. И будет прям хорошо, потому что... Ну, да, я мог бы потратить сейчас пару дротиков, пострелять бы по ним. Вот они, три человека сейчас сюда пришли. Сейчас я их буду потихонечку по одному выдушивать. Эти тут уже уходят. F5. Блин, они мне сейчас бить будут, да? Ладно. Ну, одного я удушил, да. Я вот этого не учел, чувака. Где он тут? Блин, это просто чертовски непривычно, неприятно. Вот так вот смотреть все через это чертово стеклышко. Где? Вот он. А вот второй, да. Вот они, вот они. Оба так. Ты валишь, нет? Нет, не валишь. Тогда я задушу тебя. Вылазь, я тебя не трону. Задушу сейчас тебя. Ну, это все три, да, которые сюда сбежались. И там внизу то ли один, то ли два сейчас остались. Сейчас посмотрим. Должно быть уже не так много. Один. Вроде как один. Так что ладно, поехали вниз. Тебя предупреждали. Я стража! Да, давай, стражу позови. Но они просто кричат, они шумят лишнего, это мне не надо. Фух. Знаете, получается довольно неплохо, что мы с вами попали в те места, которые... Кто? Ты офигел? Откуда ты здесь? Горилла? Тебе конец! Ого! Не попал. Откуда ты тут взялся? Я думал, там в комнате один. Ладно, тут, который случайно один бегал, фиг с ним. Окей. Окей. Максимально, блин, стараюсь пройти, черт побери, без убийств. Видите? Где ты? Где ты? Ты тут точно уже последний остался, да? Ну и всех ваших дружков я там уже вон передушил, как котят. Ух, все, успокойся. Наконец-то. Окей, давайте похаваем, немножечко здоровья восстановим. Спрячься. А вот и ключик универсальный. Его можно было взять здесь, не крадя ни у кого, а просто забрав. Так. Справочник начинающего шахтера мы читали с вами, ребят. Так что тут все нормально. Теперь. Так, блин, как же мне эта штука-то... Ой, серьезно, устаешь. Просто устаешь. Я уже хочу, чтобы эта глава закончилась, чтобы у нас отобрали этот прибор. Хотя такое ощущение, что его у нас не отберут. Да. Короче, сейф. Пройди, пожалуйста. Опа. И мы в сейфе в нормальном. Забираем здесь картину. Вот. Вот это вот записочка. Мы ее читали. Значит, Фернандо, не двигай статую самостоятельно, она тяжелая и может упасть. Дождемся Джейми и все вместе это сделаем. Я знаю, ты хотел поставить ее в зале, но господин Стилтон не из тех, кто любит смотреть сам на себя за обедом. Кроме того, этот бюст, подарок покойного герцога Теоданиса для господина Стилтона, это грустное воспоминание. Как бы то ни было, статую вернули в сейфе, и он хочет поставить ее лицом к стене, чтобы она... Так что придется попотеть. Хорошо же, что удалось уговорить его убрать из столовой эту жуткую картину, которую он купил на плашином рынке. Я повешу ее туда же, к статуе Мэнни. Мэнни, 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 Мэнни. Так, это я, кстати, тоже заберу. Неплохо. Часы как-то я могу... Часы не завести, жаль. Сейф. И тут вроде как ничего больше нету. Это вот то место, где мы видели. Мы с той стороны подползали, и я жаловался, что сюда невозможно залезть. Сюда можно залезть вот таким вот образом. Здесь чертежик лежит. И денюжка. Теперь опа, и вылазим отсюда. Хорошо. В доме у нас, по идее, не осталось никого. Ну, почти никого имею в виду. Так, вон там, вон руна у нас на потолке на третьем этаже. Достать ее без магии пока никак. Возможно, с третьего этажа. Если даже не достану, я, блин, не очень расстроюсь, потому что... Ой, не руна, а амулет. Блин, я их постоянно путаю. Хорошо. Так, одну минутку, ребят. Хорошо. Теперь с этого момента мы начинаем полет в неизведанное. Да, у нас... В прошлый раз у нас сгорело около получаса, чуть больше, чем полчаса записи. В этот раз получилось дольше за счет того, что мы сходили за той руной. За той руной. Выключите, пожалуйста, музыку. Итак. К сведению ночной смены господин Стилтон распорядился ограничить доступ в большой зал после приезда герцога и других гостей. Они прибудут со своей охраной. Если понадоблюсь, я в столовой. Капитан Кордеро. Окей. Я очень рад за тебя, Кордеро. Спим? Спим. Отлично. Если кто сейчас не понял, мы на первом этаже. Вот комната... Вот комната с роялем. Где мы нашли сумасшедшего Стилтона. Теперь весь особняк для нас открыт. Мы можем также открыть вот эту дверь. Она будет везти на улицу. На улице будет еще один охранник. Но дело в том, что меня выбило именно когда я это сделал. Поэтому на этот раз я, наверное, повременю. К тому же нам все равно не на улицу сейчас. Поэтому мы пойдем сюда. Тут я вроде со всеми разобрался. А там, кстати, что было? Сад. А, и в 5. Даже... Я уже буду ходить более-менее спокойно. Даже если тут будет охранник, я могу от него уйти. В параллельный мир. А, здесь я уже был, тем более. Здесь я вот эту деваху удушил. Точно, точно, точно. Вспоминая место. Мы как раз в прошлой серии мы с вами были. Отпусти хвост павлиний. Все, суперски. Отлично. Вот сюда мы зашли и пошли потом туда, в подвал. Все, срослось, сошлось. Наконец-то. Лифт у нас вот второго этажа. Он потом едет на третий этаж. Тут тоже у нас все в шоколаде. Давайте пооткрываем. Часики заведем. Вдруг все интересное будет. Хорошо. И вот здесь мы как раз начали нашу серию. Поэтому давайте валим наверх. По-быренькому посмотрим. Нам нужно войти к самому батьке. К самому Стилтону. И узнать у него, собственно, пароль. Ну, или украсть. Узнать это такое. Остался еще один охранник. Прикиньте. Я думал, уже не осталось. Остался охранник. Мы его сейчас тоже придушим. И в пяточку, пожалуйста. Спасибо. Извини, пожалуйста. Пришлось тебе прописать. Чтоб ты не ходил, а не нервничал. Это все для твоего же успокоения, если что. Тут ничего такого нет. Вроде как ничего. Лучше проверять, потому что мало ли что и где. А тут что? Спальня? А вот здесь я не был. Вот здесь я, ребятки, не был. Это вот интересное место. Тут записочки. О, записочки, книжечки. Это всегда хорошо. 12 месяц сетей. После целого дня, проведенного за обследованием 12-го тоннеля, я случайно подслушал, как Клэр отзывается о моих руках. На кого вы работаете? Разве это джентльмен? Спрашивает она, грязь под ногтями. Отвратительно. Она именно так выразилась, и ее слова до сих пор звучат у меня в ушах. Я говорю с Джейми. Может, он что-нибудь посоветует. 14 месяц сетей. Кстати, это его личный дневник. Ух ты. 14 месяц сетей. Джейми сказал, что богатей ходят теперь делать маникюр к цирюльнику. Итак, завтра я пойду бриться. Закажу и эту услугу. 15 месяц сетей. Хотя у Мигеля маленький салон, но он лучший цирюльник в округе Батиста. Я уже несколько лет хожу к нему еще до всех этих денег и шумихи. Я попросил его сделать маникюр, а он фыркнул, зная, что это на меня не похоже. Я в этом не разбираюсь. Поэтому просто сказал, сделай мне то же, что и другим. Я и подумать не мог, что простая чистка ногтей предполагает наложение дорогого, сильно пахнущего лака. Это мне не подходит. Так что надо найти способ удалить его с моих рук перед завтрашним посещением шахты. 16 месяц сетей. Лак оказался довольно прочным. К счастью, я обнаружил, что он размягчается под воздействием скипетара. И тогда его можно счистить наждачной бумагой. Впрочем, теперь мои руки выглядят хуже, чем когда-либо. Меган говорит, Стилтон был хорошим человеком и не ладил с герцогом. Да. Поэтому убивать я его ни в коем случае не буду. Я его и там в будущем просто задушил. Хотя мне там было сказано, что цель устранена. Но я его просто задушил. Так, письмо герцога Луки Абели. Арамис, очень мудро с твоей стороны, что ты согласился предоставить место для нашей маленькой вечеринки. Это существенно изменит твое положение при дворе. Я знал, что на тебя можно положиться. Только не испорти все. Вот кое-что из того, что нам нужно. Остальное потом. Нам потребуется закрытая комната. Закрытая. Это важно. Поскольку мы не хотим, чтобы твои слуги вошли в самый неподходящий момент и все испортили. Мы не хотим, чтобы кто-нибудь из гостей нас покинул. Никаких окон. А если без окон никак, то их следует плотно задрапировать. После того, как все расположатся со своими угущениями и прочим, крайне важно, чтобы твоя прислуга и охрана ушли на всю ночь. Они не должны вмешиваться. Отошли их домой, если хочешь. Или на улицу. Или если у них нет дома. Что касается гостей, то нас, скорее всего, будет пятеро. Включая тебя. И, пожалуйста, никаких внезапных визитеров. Если кто-то зайдет, не впускай. Это будет приватный сеанс. И все гости специально отобраны Брианой Эшвард. Ты же не хочешь огорчить ее, правда? Надеюсь, я все понятно написал. Ты был лучшим другом моего отца. И старикан был бы рад, что ты мне помогаешь. Лука Абелли. Но, как мы знаем, что прошлый герцог, он был хорошим человеком. Поэтому и Стилтон ему помогал. Письмо герцога Теоданиса Абелли. Стилтон, друг мой, надеюсь, вы не проводите слишком много времени под землей, вдыхая вредные испарения или проверяя скрипучие опоры. Вы достойны лучшей жизни, и я хочу, чтобы вы не отказывались от нее. И все же я скучаю по нашим еженедельным встречам за ужином, и хочу услышать ваши соображения по поводу улучшения условий жизни шахтеров. Это намного интереснее, чем та чушь, которой я вынужден заниматься дни напролет. Обещайте, что на следующей неделе уделите мне время и расскажете о каком-нибудь новом устройстве для предотвращения обвалов. Или что вы там придумали. Что касается меня, то вдобавок ко всем ополчившимся на меня противникам на Сирконосе прошло еще одно тревожное письмо из школы Луки. В этот раз я боюсь, некий молодой человек был тяжело ранен. Какая-то школьная шутка зашла слишком далеко, но ведь уже далеко не мальчик, не так ли? Мне не удалось передать ему все то, что я хотел, даже половину. Что станет с Сирконосом после моей смерти? Ну, я вас слишком утомил. Все будет хорошо. Увидимся на следующей неделе. Теодонис. Теодонис, Теодонис, это типа... Отец Луки, а Лука это вот этот бесполезный кусок, куска, который сейчас управляет Сирконосом. Эльмира. Народные песни. Эльмира, Эльмира, вернись домой, Эльмира. Пошла она по глину и сгинула в долине. Нашла серебряную жилу размером больше, чем гора. И в этой жили, как в могиле себя Эльмира погребла. Эльмира, Эльмира, вернись домой, Эльмира. Не зная отдыха и сна, под землей сидит она, о милая Эльмира. Она не ест, она не пьет, а только серебро гребет. Она не знает, что со мной, нам больше с ней не по пути. Заблудилась под землей, не может выхода найти Эльмира, Эльмира. Да-да-да. Не зная отдыха и сна, под землей сидит она, о Эльмира. Это о том, как металл губит людей. Давайте на минуточку перенесемся, посмотрим, что у нас было здесь. В его комнате сейчас. Ну, естественно, тут уже ничего нету. Дыра, кстати, осторожно бы не провалиться. Тут ничего. Тут ничего. Тут просто, как говорится, осколки старой жизни. Вот этого не было, ребят, в прошлой серии. Это мы сейчас с вами смотрим в новиночку. Хух, хорошо. Почему у нас деньги в умывальниках делают-то? Ребят, знаете, что я вот посчитаю? Мы с вами весь особняк, весь дом уже исследовали. Нам осталось только пойти на задний двор и встретить самого Стилтона, пока еще в здравом уме и жив. Ну, как бы, он и там живо, и тут живо. Я его, опять же, подчеркиваю, ни в коем случае не убивал. Вот, так что давайте закончим нашу серию здесь. И в следующей серии мы уже пойдем именно к Стилтону и попробуем разобраться во всем этом. Он не поддерживал их, и мне это нравится. Я сделаю все возможное, чтобы его не убивать. Если у меня получится, это было бы здорово. Все, ребятушки, спасибо, что были с нами. На этом у нас пока что все. Увидимся в следующих сериях. Пока что всем добра, бобра, всем молодушек, всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok